Биткоин скоро пойдет дневными зелеными свечками под 10 тысяч долларов в день, но никто к этому не готов. Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons. Вот такой вот телеграм-пост я сделал с репостом нашего твита. Твит на самом деле тоже не наш, это твит от Дилана Леклера, который я перевел на русский язык, и я полностью с ним солидарен. Поэтому, слушайте, подписывайтесь обязательно на наш твиттер и также на наш телеграм, чтобы не пропускать такие важные штуки. Еще обязательно нужно это сделать, потому что, опять же, в твиттере и в телеграме я давал сигнал на Atom BTC Long, Long на пробой, и вот он уже у меня в плюсе, в хорошем. Если вы посмотрите на график, он сейчас немного скорректировался, но в целом вы можете видеть, что Atom пробивается к новым all-time high. И это только вопрос времени, ребята, когда биткоин тоже начнет это делать. И, собственно, о чем я хочу с вами здесь поговорить, что нас ожидает с вами волатильность x10. Я об этом делал в видео уже несколько месяцев назад, но поскольку много новых людей подписалось на канал, хочу повторить для вас эту мысль. Что значит волатильность x10? Ну, смотрите, в прошлых циклах, допустим, средние движения биткоина в день были меньше, чем на 100 долларов, а в позапрошлом цикле меньше, чем на 10 долларов. И, понимаете, для всех было удивлением, когда биткоин пошел вот так вот, параболически, и начал двигаться на десятки долларов в день, да, с 10 долларов на 200, а потом, когда он начал двигаться на сотни долларов в день, со 100 долларов на 1000. Это было, конечно же, для всех сюрпризом. Потом, правда, был долгий медвежий рынок, о чем тоже стоит не забывать. Но что было дальше? В медвежьем рынке, опять же, все поуспокоилось, движения биткоина стали меньше, чем на 100 долларов в день. Я помню вот это время, боковик, биткоин ходил, опять же, на 20 долларов в день, на 10, в общем, был зажат в этом диапазоне 200-400 долларов. После этого мы вышли из этого накопления и поперли. И, опять же, биткоин не сразу ходил на 100 долларов в день, посмотрите, он ходил на 50 долларов в день, там, ну, до сотни. И потом, когда начался следующий взрывной рост, биткоин начал ходить на сотни долларов в день. И под конец этого цикла он начал ходить на 1000 долларов в день, что было тоже сюрпризом для всех, потому что это была волатильность x10 по сравнению с тем, что мы видели вот здесь. Теперь, смотрите, опять же, был медвежий рынок, был так называемый верблюжий рынок, шреддер рынок, то есть абсолютный разрывняк, как раз шестнос. Вот здесь вместо прямого накопления мы видели мини-бычий рынок, мини-медвежий рынок. И сейчас, опять же, люди не верят, люди думают, что рынок уже медвежий. И вот эти движения в 1000 долларов в день уже воспринимаются нормально. Те, которые были вот здесь вот крышесносными и которых все не ожидали, сейчас биткоин на 1000, на пару тысяч долларов в день ходит, это уже норм. Но никто не ожидает того, что биткоин начнет идти на 10 тысяч долларов в день, на 20 тысяч долларов в день наверх. А это, ребята, с учетом логарифмической регрессии вполне себе может случиться. И что значит никто к этому не будет готов? Конечно же, многие считают, что они готовы, многие этого ждут. Многие, особенно англоязычные, ютуберы трут за следующий пик выше сотни тысяч долларов и гораздо выше. Но по факту, я вам так скажу, зная по своему опыту тоже из предыдущих циклов, на самом деле никто к этому не готов. И многие выпрыгнут из ракеты. Потому что, смотрите, мы отключаем логарифмическую шкалу. Для тех, кто не знает, на TradingView вот здесь у нас включается логарифмическая шкала и выключается тоже. Мы ее отключаем и видим уже вот такую вот картину совершенно другого характера, где больше понятно, что это очень сильное движение будет. В логарифме-то оно выглядит вполне себе обычным. А тут, да, и, собственно, что? Да, конечно, все ждут. Но по факту никто не верит. И все будут продавать. Вот здесь продавать. И здесь и шортить будут. И запрыгивать в шорты маржинальные. И поэтому мы можем вот так очень-очень сильно влететь. И действительно будет волатильность X10. То есть в 10 раз более сильное движение цены. Просто приготовьтесь к этому морально и физически. Там, я не знаю, духовно. Как вы еще можете приготовиться. И будьте бдительны. И будьте начеку. Потому что, ребят, просто посмотрите на альткоины. Что они вытворяют? Аудио. Посмотрите. Просто памп в космос. Кардана. То же самое. Посмотрите, какие пампы. Солана. Уже 120 долларов. Просто с ума сойти. Посмотрите на эти пампы. Там, доджкоин что-то варил. Да, там, ETC. Поэтому, ребят, я вам так скажу. Самые сейчас дурачки будут покупать вот эти вот свечи. В надежде заработать на уходящем поезде. На улетающей ракете уже. И их просто всех побреют в какой-то момент очень сильно. Я не говорю. Даже если до 200 долларов в Солана долетит. Не вопрос. Но в целом их побреют. А вот то, что сейчас валяется вот здесь. В том числе биткоин, эфир. Ну, или находится вот здесь. И то, что валяется реально вот здесь. Многие альткоины, особенно из старой гвардии, которые не соскамились, но все еще очень привлекательны в цене. Их почему-то люди не подбирают. Но это так рынок себя ведет. Поведение рынка такое. Поэтому, ребят. И еще очень важную вещь сказал Карл сегодня. Я с ним полностью согласен. Что когда биткоин пробьет all-time high, то есть 60 тысяч долларов, скорее всего мы улетим просто за пару недель на 120 тысяч. Потому что так всегда и бывает. Никто не верит. Все сомневаются. Будут думать. Ну, я сейчас зайду на откатики. По 70 не купят. По 80 не купят. По 90 не купят. Будут ждать откат. А вот на таких короткосрочных откатах никто даже купить не успеет. Потому что страшно. Так что, друзья мои. Серьезно вам говорю. Не ждите более привлекательных цен. Дисклеймер. Конечно, не финансовый совет. Но вы сами все видите. Биткоин это самый бычий актив вообще от нашего времени. И до тех пор, пока все в него не будут верить, он будет вот такие вот вытворять чудеса. Это мое мнение. Но если у вас все еще нет биткоина по какой-то причине и вы хотите его купить, то я напоминаю, что в описании этого видео есть куча полезных ссылок. В том числе и на наши телеграммы, кстати. И на наши твиттеры, инстаграммы и всякое такое внизу. Но также есть ссылки на рабочие обменники, на которых вы можете купить биткоин прямо со своей карточки. Вот, например, обменник CryptoExchange по первой ссылке. Здесь очень удобно. Вы можете купить биткоин или эфир прямо со Сбербанка или с Тинькова, с карточки. Просто выбираете направление, допустим, я не знаю, Тиньков, Эфириум. Эфириум, кстати, очень плотно сейчас идет. Вот, отдаете там, не знаю, сколько вам надо. Вот, 100 тысяч рублей, покупаете 0,4 эфира. Или там за 250 тысяч рублей покупаете целый эфир практически. Очень хороший курс, классная поддержка. Вот, это не реклама, это тот обменник, которым сам пользуюсь и всем рекомендую. Вот, ну и, естественно, лучшие биржи, полезные видеоуроки, холодные кошелечки. Короче, обязательно ознакомьтесь с разделом описания и подпишитесь на наш второй канал CryptoCommons 2.0, потому что там выходит очень много полезной зарубежной аналитики. Но там почему-то все еще в два раза меньше нас с вами. На основном канале нас уже почти 50 тысяч подписчиков, а на втором всего 22. Так что, гоу, по ссылке из описания подписывайтесь. Там выйдет очень много полезной информации сегодня также. Вот, а я, собственно, хотел вот это вам сказать, что настоящая фома начнется вот здесь вот, когда мы перепишем этот all-time high. И возможно, что вот здесь чуть выше все запрыгнут, как всегда. Потом мы спустимся вниз на ретест all-time high. Здесь все выпрыгнут или их ликвидируют. Особо жадных маржинальщиков, кто не рассчитывает плечи. И потом мы пойдем еще выше. И, как правило, в бычьем рынке это происходит беспощадно. Посмотрите, какие пампы. После них просто все предыдущее движение становится прямой линией. В бычьем рынке, ребята, парадокс в том, что дают всем заработать. Дают заработать всем. И я вам так скажу просто. Кто застал 16-17 год или еще раньше, даже кто был в предыдущем цикле, вот там, видите, их даже не видно. Но в логарифмической шкале, кстати, их видно. И кто их застал, тот помнит, что очень-очень сильно биткоин удивляет. И то, что всем реально дают заработать. Просто этих всех очень мало. Ракета пустая, летит, никто не верит. И сейчас так же, вы что думаете? Вот здесь, я помню, по 10 тысяч все сомневались. Покупать биткоин, не покупать. Все думали, ну это же коррекция. Посмотрите, какие дампы. Мы же вниз пойдем. В итоге мало кто покупал, поэтому мы улетели на 60. И сейчас точно так же будет. Все сомневаются. Никто не хочет покупать биткоин, потому что думают, что дорого. Им всегда дорого и по 60, и по 10 было, и по 20 это дорого. Хотя сейчас уже, понимаете, и по 1000 долларов им было дорого, и по 100. Поэтому, ребят, не финансовый, конечно, совет, дисклеймер. Но еще раз говорю, в бычьем рынке как раз всем дают заработать. И фишка в том, что кто помнит вот те времена, тот понимает то, о чем я сейчас говорю. А те, кто пришли из вас на медвежьем рынке, те, кто помнит вот это время, я вам так скажу, на медвежьем рынке нас переучивают, нас заставляют верить в то, что рынок будет падать, нас учат шортить. Опять же, вот на этом последнем медвежьем рынке очень много появилось в финансовых инструментах, производных фьючерсов, деривативов, которые дают вам шортить. Те же Bybit, Femex, Binance Futures и прочие, которые дают вам зарабатывать на падение биткоина, они на самом деле нас запутывают тем, что вам дают с большим плечом шортить. И многие говорят, вот, биткоин уже так сильно не поднимется в этом цикле, потому что дают большие плечи. Так с большим плечом дают также и шортить, вы поймите. И люди до тех пор, пока будут шортить с большим плечом, а шортить они будут, потому что они будут думать, что все, как бы уже нормально заработали. Или выпрыгивать из ракеты, понимаете. Многие просидят чуть-чуть, вы заработаете там 100% с плечом, 200, и подумаете, вау, крышесносный профит, дай-ка я шортану еще сейчас, приумножу свой профит. И я ничего не говорю, в краткосроке вы можете зарабатывать на шорте, даже вот на такой вот недельной свечечке. Если вы шортанули, или я уж не говорю про вот это падение, вы можете очень много заработать на шорте. Но по факту, еще раз вам говорю, не засиживайтесь в шортах, потому что в долгую, как вам может быть видно, лонг побеждает. И если вы засиделись в шортах, неважно откуда, даже вот отсюда, с 20 тысяч, если вы засиделись в шорте, то вас уже вынесло. Поэтому, ребята, будьте бдительны, приготовьтесь к волатильности Х-10, эта ракета летит на Луну. Ну а с вами был Гринни, это канал CryptoCommons. Обязательно подписывайтесь везде на канал, в Телеграм, в Твиттер, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Не забудьте, что идет сейчас турнир на Байбе, вступайте в нашу команду по ссылке из описания, смотрите обзор, как торговать на этой бирже. Ну и в качестве подтверждения своих слов могу показать, что я все еще держу лонг по эфириуму, по риплу, по доту, по эфиру классику и по остальным всем монетам. Все лонги в плюсе. По биткоину, естественно, тоже держу лонг на фемиксе, держу лонг по золоту. Все лонги держу, держу лонг по дэшу на бинансе. Правда, пришлось позакрывать большую часть, вывести для инвестиций во всякие проекты. Но тем не менее, все это держу и верю в то, что это пойдет на Луну. Ну, атом, опять же, я показывал вам, атом уже летит на Луну. Поэтому, ребят, думайте своей головой, никого не слушайте. Даже то, что я вам говорю, делите пополам. И почитайте просто чаты, комментарии. Если вы видите кучу медвежьих комментариев, то, по-моему, это сигнал на обратное. Потому что всем заработать не дадут. И поверьте мне, вот в таких вот движениях, не то что все, единицы только усиживают. А основные товарищи просто выпрыгивают из ракеты. Просто выпрыгивают из ракеты вот здесь вот. А потом заходят на самой вершине, потому что понимают, что упустили все вот это движение. И вот когда они зайдут на самой вершине, вот тогда-то мы и пойдем вниз их брить. Все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok